Сбитень. Технологии 16 века. Расскажите про сбитень подробнее. Что это такое? Про сбитень сейчас расскажу. Значит, то количество трав там, мы с выставки еще, которые там содержатся, это, так сказать, я даже, ну я только некоторые там, ну там, во-первых, есть специи, типа имбирь, там перец и прочее, там разные, там есть даже золотой корень и много других, и сибирских трав разных. Там мед, выпарки, выжимки из концентраты соков ягод некоторых, таких как там брусника, калина и прочее, много разных. В общем, 25 ингредиентов у меня вот сейчас как раз будет все это рассылка. Да, да, такой сложный состав, это монастырский, старый, древний такой состав. Но у него вкус очень такой богатый. Я сейчас его просто банально заварю здесь, как бы, а потом просто значит, на вкус свой, я уже помню, как надо. Значит, 2 чайные ложки на стакан воды, то есть на кружку, это нормальная, хорошая. Теплая вода, да? Любая. Какие-то сыроеды открыли, что зубы разрушаются от меда. Так, я понял, это вот который Андрей Полищук, который почему-то себя назвал «Счастье», там паспорт переписал, сходил себе. А, он берет паспорт, «Счастье», да? Но он рассказывает даже историю, я даже посмотрел. История, где как раз его даже за это похвалила паспортистская паспортная стола. Ох ты. Да, ей очень это понравилось, значит, оригинально это посчитала. Ну вот, да, и он так говорит, а мы с Аганяну, когда на той неделе встречали, она приезжала к нам в гости, вот здесь сидел, как раз висердии сейчас, я ей так сказал, без всяких, вот есть такая идея, теория такая, что вот зубы разрушают, даже если человек, как он говорит, там сразу зубы чистить, все что угодно, не важно, просто от мед, потому что мед, объяснить не может, но просто потому что мед. Потому что практика так показывает, но она объяснила, вообще-то это парадонтоз, парадонтит и прочие проблемы, это гной в деснах, вот от этого зубы порции, а не от того, что там это, извините меня, ну там один мой дед, он там был, который, не, потому люди правильно сразу пишут тому, а я, и мед по 3-х литровую банку, и это, и у меня вообще ни одной дырки, а у меня дед, я извиняюсь, скажу, один, ну вот факт есть факт, он там вот, там вот на спор даже, вот и гвозди, и всякие, на и бутылке, ну вот, открывал зубами, у него ни одной дырки за всю жизнь не было, то есть, вот, ну, вот, понимаете, поэтому это от многих факторов зависит, а он, конечно, как это мед, остробряться, который всю жизнь, мед просто основной, избитень тот же, вот, это меда пили, вот, вот, это то, что я безалкогольное, это то, что мы сейчас, вот, дайте я вам сейчас налью, вот эти маленькие. А если говорить про мед, который, у пасечников, который пчел с сахаром кормят, ну это да, совсем да, ну это получается сахар, только через пчел, да, это тем более, ну конечно, к полиции никакого отношения, нет, это совершенно нет, а вот если прополис жевать, например, прополис, то наоборот, вообще это противокариусный, она, почему, потому что антисептик, идиосно, дезараживает, конечно, да, так, а вот кому-то маленькой чашечки, а вот есть, вкус волшебный, конечно, крадок, класс, да, очень классно, так, ну а да, какое-то даже еще есть, ваше здоровье, да, я вот из-за здоровья, спасибо, хорош, да, вот буквально налил, водичка, волшебная просто, тут его можно, ну вас купить можно, вот ездить, да, конечно, вот мы его только-только стали, но он будет двух видов, но в принципе, вот классика, вот этот вот самый такой вариант, вот только сейчас идея пришла, вы знаете про торговый центр цветной? нет, что-то такое, может ты слышал, но что-то не понял, в Москве есть торговый центр цветной, четвертый или пятый этаж, ну короче, самый последний этаж, он выделен под рестораны, маркет, и там работают несколько даже кафешек, кто ли вегетарианских, кто ли сыроедных, ну это такое, прям очень-очень модное место, а где он находится? он находится прям около метро цветной бульвар, прям вот рядом с цирком, около метро цветной бульвар, ну где цирк? да, я знаю, да, ну интересно нам, я вот просто подумал, ваши товары там пользовались бы гешеным просто, я думаю, да, просто нужно кому-то это организовать, то есть я бы, я сторонник сейчас того, то есть сам я ничего не хочу делать, то есть как бы, вот если бы кто-то нашелся, если ко мне уже на выставке даже подходил такой человек, который говорит, ну еще не нашлись те люди, которые вот хотели бы открыть там кафе, ну вот, например, от Фролова там, ну как бы, а я поставлял бы товары, то есть это мой, он говорит, ой, здорово, ну я вот хочу, ну это говорит-то многие, ну вот если кто-то реально захочет, мало ли кто захочет, пожалуйста, обращайся, это вполне реально, то есть я, конечно, это значит, вся наша аудитория многотысячная пойдет туда, и, конечно, плюс цепная реакция, даже слов нет, то есть это что обречено, как говорится, на успех, это точно, но вот кто захочет, я не могу, умеет так в день, там есть, это органовое масло, вот это, потому что оно произвело, конечно, фурор, вот это масло, после того, как я вот с этим марокканцем, вот, Хусейном, доктором Хусейном его презентовали, причем у меня есть люди, которые писали, реально, вот она пишет женщину, говорит, ну, что я, оно так не пахнет, оно только жареное пахнет, это не будет пахнет, кстати, это масло, которое впитывается в кожу сразу, то есть не оставляет жирный след, но это пищевое, вот это, для еды, органовое, плоды такие, я вот советую писать этот ролик, очень интересный, про органовое масло доктор Хусейн, я рассказываю, ну, и суть в том, что, так сказать, вот, его много очень брали, оно дорогое масло, ну, а, вот, женщина пишет, я была в Марокко, искала в кооперативы, которые производят, ну, как она пишет в кооперативе, кто сами, да, у всех жареное, не могла найти, хорошо, что у вас есть, приехала в Россию, чтобы нашла, масло, которое в Марокко произведено. Сколько там долго стоит? Самая большая, 250, да, они там, 130, ну, начинаем, 250, миллилитров, вот это, 250, миллилитров, бывает, близко, она там, три, что-то, 300, 600, вот эта, вот такая бутонка, 3 500, ну, это надо у вас, букву вкуса ставить, они там нормально, чем оно вообще, чем оно уникально, тем, что, ну, так вот, скажем, начиная, если у кого-то онкология, или там опухоль, или вообще, так сказать, с кожей проблемы, вот дело в том, что гамма-витамины, модификация гамма, их 4 вида, это витамины Е, никто не знает, вот именно гамма, она, самый активный антиоксидант среди витаминов, самый сильный, и он очень важен для кожи, для, так сказать, эластичности, вот они мажут, они все выглядят, вот ему лет 70, вот посмотрите на видео, как он выглядит, человек, дядя у него 120 лет прожил, он знает лично людей, которые 130-140 лет, лично, и, говорит, такие, когда еще во Франции, там вот эта бабушка была 120 в год, когда умерла, там самая там в мире, там одна считается официально, хотя все, вот, они смеются, вот его друзья все, он рассказывает, это же, молодуха, у нас та заповедник просто, потому что, как бы, да, ну, это, берберы вообще долго живут, народностью Марокко, да, берберы, вот, а те берберы, кстати, белые, они из белых, грудные, детям дают пить, вот грудные, и растирают, они всю жизнь кожу мажут, да, растирают, они, они же все в масле, выглядят на там 30-40-50 лет моложе, кто уже там 130, помимо, он выглядит на 70 может, а, к тому же, у них очень, у них на 30% продолжительность жизни выше, чем у остальных берберов, не то, что там марокканцев, понимаете, а разницы в укладе жизни нету, просто только вот в масле, а он, это стоит, обалдеть, да, ну, а знаете, что там дело, там его 800 раз больше, не 80, 800 раз больше витамина Е-гамма, чем, например, в оливках, самым лучшим маслом, сыродавленном, и вот его достаточно по чайной ложке, Елена, вот эта Симоненко, там его, она помогала, наша вот, ну, она как теперь сотрудница, так сказать, она вот, ну, конечно, вот его там чуть ли не, ну, там по две столовые ложки в день, в ковиде она растет, потому что, ой, это дерево, это вот лучше, все-таки семечки там, надо маленько повернуть, это у вас, не-не-не-не, как все видно, у Елены, у вас молодые, нет-нет, я так иногда появляюсь, а у Елены Клиника работает сейчас? Нет, закрыла, да, она ее закрыла, как бы считает, что, ну, в общем, там не совсем, не то, что, неприбыльно получила, ну, да, неприбыльно, и как бы вот она переключилась, все-таки она молодец, она прям вот, ну, она вот с органовым маслом, в общем, занимается у нас, там, направление целое, и, конечно, она и хорошо умеет, себе все, так сказать, с нуля проверила, то есть вот прямо она, ну, как женщина, опять, все-таки косметические, там же многие с аромой этими, с эфирами натуральными, там, с изумительными вещами, которые в виде пипетки, там, это вот, откручивается, в виде спрея, там, для удобства, так сказать, вот, я говорю, житель, тоже свои, слушай, мажь по три раза, ну, тоже лень, то это, это я сам такой, она, я говорю, бля, все, я даже пишу, жрать три раза, чтобы точно не забыли, потому что уже на двери выходной, блин, пишу табличку, вот так вот, чтобы вот как вышел, как зомби, чтобы увидел, и тогда это, ну, просто, я не успел себе, я половину съел, это вообще сенсация, это новый фукус, чемпионат, да, это не просто фукус, это еще ламинарии, еще несколько водорослей, короче говоря, здесь суточная норма витамина Е, которая вот до пяти дней после вскрытия, сохранена же летучие элементы, то есть он сохраняется, то есть это абсолютное решение вопроса, ну, с щитовидкой вообще это, то есть те там были, ну, да, но те вообще, а это еще лучше, то есть вот она будет скоро в продаже, то есть пока это так вот, ну, показать, показать, вот такая штука, вот, так что, дорогие друзья, новый взгляд и фукус, да, можно, онлайн, это правда, на самом деле, это надо выставлять куда-то, в Москве, у нас, я говорю, каждую неделю новый товар, а я еще скажу, что скоро будет такое, но это не для, я боюсь сказать пока сглазить, но это будет круче, в плане, конечно, в том числе и идеи высокой, и этики, и бизнеса, чем все это, вообще все мое вместе взято, вот так, то есть вот, да, на год вперед круче, что выйдет, даже за год, еще 500 позиций, один, вот, да, когда, это скоро, интрига, давно уже тестируется, купили это в Англии, попробовали, разобрали до молекул, оказалось, Г, самый дорогой английский, в этом товарном сегменте, они будут говорить, что это такое, пока оказалось, значит, это, а мы сделаем лучше, дешевле, и об этом будут писать даже, и в журналах, и, потому что это в России нет, а это будет востребовано, там, сотнями тысяч людей, минимум, сотнями тысяч, а я думаю, разумные люди присоединятся, вот, такая штука, ну, вот, увидишь, так и будет, вот сюда, ждем, все ждем, поэтому надо, кто-то, я просто точно не буду этим занимать, потому что просто не, но вот кто это сделает, это вот обороты будут, вот, кстати, я так скажу, нормально, да? Это далеко, да, ты там, втором месте, да? Да. Ну, вот так, но это тоже тянет на общий оборот всех остальных. Да, 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 ну, так что это, так, сейчас я еще водички принесу, вот, это несмотря на то, что показалось мне сначала, что ну, как-то так вот, ну, не очень, потому что и людей было, ну, вот, вы знаете, кстати, удивительная вещь, я не могу понять, кто занялся этой гадостью, но на сайт выставки в субботу была такая прям серьезная, веглайка, да, веглайк, хакерская, вот, и перенаправляли на порно-сайты. А, что, серьезно, что ли? Да, причем, еще было непонятно, кто это делает, потому что иногда, когда на сайт большой трафик идет, иногда просто прикрепляются, и делают это, но сегодня мне Игорь звонит, и говорит, слушай, в ночь с понедельника на вторник, опять к сайту подключились, и начали его разбирать вообще, вот, то есть это кто-то целенаправленно делает, не знаю кто, есть вот, ну два варианта, либо безумные веганы, но ненавистники, вот, потому что веганы, они боевые, они действительно как будто странноватые люди, на ночь у голову, либо, я не знаю, кто это вот мог еще быть, то есть, ну вот, да, такая история. Обалдеть можно, ну, пришло, ну, правда, у нас его было очень много раз, даже, скорее всего, в субботу утром отправили, там, Игорь даже звонил, наглянул, что-то мы столько, ну, это Алексей у меня там программист, он постарался, он, конечно, там такие рассылки, он уже такие красивые эти, вот, и много очень людей пришло, потому что тоже по многим тысячам, там, это ушло, и перепостили, и прочее, он там сделал такие штуки, я вообще не понимаю, когда сразу там это, кому нравится, одно, чтобы лень было там, когда просто нажатием одним там они сразу, вот, ну, это он, я ничего не понимаю, но, в общем, да, получилось, говорит, неплохо, ну, вот, может быть, как-то так, побольше подтянулось, ну, теперь долго не будет, таких вот, а, единственное, что, до февраля, до февраля, до марки, декабря, не знаю, вот, есть, три организатора основных, и один организатор, ну, так, что-то будет на земле, мы не собираемся делать, а что, Сереж, февраля какая будет? февраля, вегахс, поскорее всего, будет, вегахс, это вот мой партнер, Никита Шепилов, он будет, он два раза в год проводит, ну, Никита, он хорошо, кажется, наверное, будет два раза, наверное, вегахс по два раза будет, вот, Игорь, не знаю, будет делать что-нибудь или нет, возможно, они вообще это будут делать вдвоем, а меня тут не будет вообще, в этот период, да, я буду за границей, а фокус, он хранится в холодильнике, после открытия, в холодильнике, ну, это дней семь, а, дней семь, то есть, вот всю банку надо за семь дней, а ее надо съедать, по-любому надо, просто, ой, я слишком, вот мы подержали, он концентрированный, я сейчас разбавлю, а что это, это порошок? это чай, нет, а, нет, это жилет, это жилет, я просто половину успел съесть, а потом, как-то, забил на него, забыл, и он у меня покрылся, вот, конечно, потому что, любая спора, это же питательность, это концентрат, все минералы, на нем просто попрет, как на, конечно, ничего, не слишком, так, ядренно, ну, ядренно, да, лучше, мы еще разбавили, хорошо, потому что, да, ну, все, вот так, вот так, а у меня, знаете, какая идея есть, я сейчас займусь этим, ну, наверное, уже, когда на самуи, не упадет в крышке? нет, когда на самуи уже приеду, я буду этим заниматься, очень много, я вижу, предпринимателей, которые хотят работать в этичной тематике, вот, и я планирую развивать агентство, именно по, школу, школу бизнеса этичного, именно, вот, для этих людей, то есть, рекламу этой школы я буду пускать, именно по вегетарианским сообществам, вегетарианские, сыроедные, вот, и помогать бизнесменам, которые хотят развивать этичный бизнес, развиваться, давать им инструменты, обучать их введению бизнеса, в онлайне, в оффлайне, ну, кстати, я думаю, что, наверное, к весне кто-то из них уже, сподобится, заняться вашей продукцией, и вывести ее, так, на широкий рынок, потому что, реально, вот, если бы можно было заехать, вот, фреш, да, там, по пути во фреш, проезжаешь через цветной, остановился, заехал, зашел, пару пакетов купил, и спокойно поехал дальше. Ну, конечно, конечно, вот, кстати, сейчас будет, с 28 ноября, вот, по 7 аж января, 40 дней, по 8 января, будет в, сети, вот, как он там, Femal City, да, вот, где метро, прямо, у нас, вот, там, ярмарка, вообще, как бы, каждый год ее вот так делают сейчас, и мы там тоже, аж два места у нас на Бонгаре, отлично, там прям, я там тоже частенько бываю, да, так будет 40 дней подряд, как бы так, ну, там наши люди будут, кстати, ну, там, Елена Симоненко с нашим, а в Меги главки-лавки, у них вот этот, главка-лавка-лавка, да, мы с ними как-то перестали общаться по определенным моментам, они хотели все вот это бегать, сертифицировать, как бы, это неплохо, своя сертифика, как будто им своя нужна, ну, ладно, допустим, но они требуют, там, такие условия от, как бы это сказать, такие, знаете, добровольно-принудительные, не люблю я такие вещи, когда вот прям, там, приехать, их там, все платить, заплатить за это, как будто это какая-то организация, там, ну, ладно, там, какой-нибудь там немецкая сертификация, библиот, ну, что, только для них, это, вот эта бумажка, только для них, а зачем это надо, если они могут просто... Ну, у них как бы свой бренд уже, ну, плюс это дополнительная такая, да, монетизация. Ну, вот, он уже в центре, у него там хлеб, вот этот продается, его там супрадорогой, я вообще был, конечно, в шоке, ну, ладно, 550 рублей, я знаю, нет, ладно, нормально, а вот то, что у них есть три с половиной тысячи, буханка, хлеб, да, а это я знаю, какая-то, такие вот, я знаю ребят, кто делает ему мельницы, реально каменные жернова, и ручная, ее ручную надо, медленно, медленно, чтобы там она не нагрета была, мука, то какая хрен разница, когда потом ее все равно кипит, хлеб-то жарят, это не который христианский, да, да, такой вот, да, артодоксальный, меня, кстати, просят сделать аналитику, как я делаю, ну, обзор на вот, так сказать, постерливый, я сделаю, потому что, как бы, нет, я в целом, кстати, 95%, что он говорит, я, ну, многие вещи согласен, там, может быть, с какой-то оговоркой, с нюансами, там, с уточнениями, ну, знал, по крайней мере, и вот, так сказать, кое-что есть, что сказать, я слышал недавно его по радио, он ведет, он ведет, да, ведет, со своим тюном вел, там, он реально в открытую матом крыл, ну, политиканов там вот этих, матом даже, прям матом, по радио? да, прям по радио, раза четыре, типа сволочи, мерзавцы, ублюдки, это понятно, реально матом, реально матом, это, конечно, да, оригинально, ну, нервы не выдержали у человека, вот так, когда входит вражь, вот он такой, зажигает, он, так сказать, вот не может, ну, грубо говоря, как Жириновский, только Жириновский, все-таки он контролирует, да, ну, а он чуть-чуть вот ниже, я вообще буду в прямом эфире, на радио, просто, ну, откровенным, открытым, вовы горле, радио, вот, и у него, да, цена, 3,600, да, ну, и поэтому, типа, 3,600, что там, типа, в день один человек, может, там, супер ручной ручной ручной, килограмм, там, 6 муки, или там, 10, я не знаю, сколько он ручит, целый день, там, и плюс, там, в общем, вот, а это такой суперэлитный, он его там и покупает, и, конечно, и покупает, ну, ведь на Садом Кольце, там, круто, магазин, все, ну, правда, арендует, неважно, я просто не люблю арендовать, я бы чуть не стал, это просто мои застоки личные, вот, а так вот, ну, и вот, так сказать, да, лавка, да, так вот, он тоже сотрудничает, ну, как бы, с такими фермерами, ну, крестьянами, крестьян, которые вот что-то свое там производят, как он говорит, одна вот мужа лежила, корова у него есть, корова одна только, там, что-то она там, сыра, что-то несколько килограмм, там, ну, там, 10-20 в месяц, что-то типа того, он говорит, вот, я у нее, ну, там, ну, помогаю, кому-то бесплатно там раздают, что-то такое, кто попросит. Он и объяснял, почему у него такие цены, как раз в этом эфире. Ну, это как бы, да, это вот такой, нет, ну, надо сказать, отдать должное, что действительно, вот, в этом плане, вот, как человек, когда, так сказать, он такой рубах парит, да, это да, это правда, да, то есть, это да, ну, и вообще, вот, он не жадный, он говорит, вот, почему у нас хлеб, допустим, стоит 500 рублей, потому что пришли к дому. Потому что надо построить дом для печек для хлеба, печки надо построить для хлеба. Он по-другому объяснял. он так же объяснял. Говорит, что вот пришли, купили за 500 рублей, зато когда люди приходят, говорят, что нет у них денег, они ему столько дадут хлеба. Да, просто он это говорит тоже, просто он, так сказать, видимо, там в контексте или время, или все не мог, он разным говорит о разном, но и то, и то, то есть, ну, и все правильно, он говорит, и так, и так, да, вот, ну и вот как бы аналогия, потому что лавка-лавка, она, конечно, так более пока широко распространяет, а стерликов в меньшей степени, но у него и там продукция, понятно, так, там меньше и так далее, и дороже, конечно, самая дорогая продукция. В свое время, лет там, ну, в каком году, 2008, мы с ним, кстати, и у Land Cruiser, там, одинаковые, или одновременно, практически тому бы, и он мне посоветовал, там, ну, как раз это, моя обувь началась к Land Cruiser. Двухсотый? Нет, нет, двухсотого не было еще. не было? Ну, было, вот первый как раз, но это так, это там, вот, нет, 78-й, 76-й, это 70-я серия, чисто, японская, для Японии, но это такие, да, такие, можно сказать, 78-я, вот, у меня белая стоит, можно увидеть, выйти, военная вообще машина такая, вот, надежные, начинаем простые, механика, надежные. И вот, цены у меня тогда тоже, я там, ну, и, конечно, товаров меньше и прочее, но у меня там разная была, та и продукция тоже, но вот у меня даже была и, ну, примерно одинаковая цена, даже выше можно быть, но для, для определенного узкого круга совсем людей, а потом, конечно, вот все это переродилось, вот, в такую же, вот, как сейчас вот, вот уже, и, конечно, я смотрю, у меня хлеб, например, он, ничем не худшему стерлить, вот, вот, понимаете, вот у него, я так скажу, я не знаю, сейчас, не знаю, как сейчас, но вот раньше, можно даже видео, посмотрите, не то, что алюминиевые формы были, блин, это просто нельзя, просто нельзя, ну, это ладно, короче говоря, так все, мука, все, зерно хорошее, все, вопросов нет, мельниц, у меня тоже мельниц с каменными, жерновами, значит, печь, вот у меня там, сейчас мы снизили вообще, там, 350, по-моему, или даже чуть не 300 рублей, ну, то есть, вот, вот такого же совершенно уровня, да, там, не хуже, ну, только даже может быть, я помню, когда вы вместе с Сергеем, что-то про ваш хлеб рассказывали, про вот как раз таки, про то, что у кого-то там, вот эти алюминиевые формы, вы специально покупаете, да, керамические, у меня, либо чугунные, немецкие, вот я покупаю дорогие, они там по 2000 за штуку стоят, ну, поэтому Сергей, правильно в том плане, что да, вот, ну, хотите берите, вот дешевле хлеб, а я это вот ручная, качественная, каждый этап, он до, попробуй, дом поставил, несколько миллионов вложений, дом, печку, там, все эти ингредиенты, мельницу, все, несколько миллионов, ну, как минимум, поэтому, ну, а сколько он должен стоить такой, я, если у него там 10 тысяч штук в день печатал, а я его там все там 50-60 штук, ну, вот и все, конечно, возмущение, но у него там свой сайт, на ютубе 13, на данный момент время есть, 13-700 подписчиков, нормально, как принялось, и, конечно, своей аудитории, которая там, ну, понятно, ложительно, так со стороны, по-разному, говорит, бывает, что он, конечно, такой скажет, что, кто не знает, так сказать, вообще не в курсе, он скажет, ё-моё, там, например, да, ну, он, он, неперемиримый человек, но он человек, который себе что-то, вот, если в это, там, верит, так убедил себя в этом, или считает, прям, абсолютно святой, он за это, вот, прям, там, вот, готов, ну, вот, все, то есть, неважно, кто, что, так сказать, что, и, до конца, да, неправильно, хотя до этого, конечно, я думал, он не подхоленствовал, это такое, а потом, вот, ну, нет, все-таки, а вот, когда вот он сейчас, там, какой-то указ, то, он должен быть, что там, что-то за детьми, есть, там, типа жестокое обращение, хотя он говорит, что я своего сына не шлепну, как он цитирует Библию, что я враг своему сыну, если не наказываю его, или что такое, что-то не сечешь его розгами, но, а за этого, типа, меня отберут, ну, в общем-то, это что такое, значит, что там, для чего, чтобы нормальных семей не было, правильно, не наказывать, а отец-сын, там, если что-то, это дело семьи, пошли на нахер, там, это с Америки, все пошло западу, ну, да, это вся сволочь, которая пытается нам, вот этот крылок, такие, как отголоски всех этих, там, Гайдара Чубайса, которые вчера одного из их товарищей, так сказать, подмяли, но этого, как его, увлекаемое место эконом-развития, министра, взяли, геномическое развитие текущего, ночью, его ночью, как лучшие годы, взятка 2 миллиона баксов, за взятку, Готова вели, то есть, вот, его прижители, за эти, грудинки взяли, министра, впервые, то есть, ну, там было, когда, ну, нещелоково, как, ну, неважно, а вот, первые, да, но это очень показательный, конечно, вчера я был, я вел такой, ну, мы вели, был телемост такой, у меня с Ефимовым, этот, из концепции общественной безопасности. Я, кстати, видел видео, он к вам в гости приезжал, да, да, в Пушкинскую, все, да, 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 и вот, мы вчера с ним вели, очень интересно про Трампа, ну, знаете, Трамп Путин, Америка США, какие, о чем это говорит, какие нюансы, очень глубоко подняли вопрос, не то, что даже, поднимая там у Соловьева, то ли, все-таки там, но это не эзотерика, это просто знание, знаете, как это такое понимание, ну, в общем, это надо знать, конечно, Пушкина, там, это, там много чего, значит, глубоко в историю, глубоко, и не только в историю, а в то, что говорить нельзя было, вот, явно, а говорил, тот же Пушкин, доносил свои идеи, вот, через, да, свои произведения, где явно, так сказать, вот Людмила, что народ, сколько не торчит, поднимется из рук, ну, в общем, это надо посмотреть, и будет очень интересно, я думаю, ну, там еще наш ведущий был один, там такой Станислав, там в Америке, как и многие мыслители, когда записывали свои мысли в виде диалогов, ну, как пьесы, да, чтобы не выражать, или сейчас записывали, да, да, это вот выйдет буквально, нет, это вот сегодня, наверное, уже будет, да, сегодня у вас там, да, это уже будет, как называется там, ну, там, поймете сразу, новинка, кстати, я в последнее время стал, меня как-то, ну, вот и то время порой, я там не подписан, порой отодвинул там на все, ну, и вот думаю, запишу, вот я давно хотел записать, и оно получилось в таком комедийном плане, то есть, где я там настибусь, ну, потому что невозможно по-другому, я это не всегда люблю, в общем-то, серьезно ко всему всегда, а тут решил, как-то, ну, у меня несколько, вот про эту Вероничку, которая там, врач-психолог, которая все знает, А, я ее называю, Вероничка Кривлях, это как психолог, мадам, которая там, а веганы, что они там, ну, сумасшедшие, она пытается это объяснить, но это получается смешно, идиотично, и я, так сказать, в таком же стиле попытался, и вроде как люди оценивают, очень неплохо, потом было, да, потом было еще несколько разных видео, а сейчас кульминация, это апофеоз, я сейчас скажу, я даже сам пересмотрел, я критично к себе отношусь, и не какой-то там, этот нарцисс, тем более, что я там, голос, меня-то и не видно, но вот честно говоря, знаете, это было на таком вдохновении, это было, о чем, была такая в 12-м году, передача, вы там были, только в другой, в этой передаче, как-то с Анной Зимец, Слово Завтра, да, а там пригласили Александра Люблина, такой парень, который показывали Ряха на фоне Макдональдса, а потом, как он в студии, ну, просто, ему там 31 был, выглядит, ну, как пишут люди, на 20 лет, и тут стоят, значит, кто там против него, и он, это судилище просто натуральное, он там подсудимый, я говорю, есть, значит, кто у нас прокурор, это академик Бронштейн, академик-врач, там, высшей категории, значит, который говорит фразы, он говорит, и вообще, как бы, значит, мясо, это великолепный продукт, слушайте, который изобрело благодарное человечество, которое изобрело благодарное человечество, и не надо охаивать этот чудесный продукт, который изобрело благодарное человечество, ради которого мы и живем, ой-ой-ой, я, это так, это вот люди пишут, так, это круче, один писал, круче Задорнова и Петросяна вместе с Лизаром, ржал все это, перематывал назад, то есть, причем там какие-то два, ну, мудака, как по-другому сказать, сначала два пальчика вниз поставил, да, ну, это такие, есть у меня на канале, спеца, вот как выходит видео, я прям замечал, оно придет 40 минут, проходят 3 минуты, два пальчика вниз, да, вот такие, они просто такие мерзкие ненавистики, когда-то я там отшил, так, может быть, в грубой форме, так сказать, ну, просто показал, что они идиоты, потому что это надо было показать, просто бывает, потому что нельзя, это был человек 10, это всю жизнь, ну, были такие, и они вот, сейчас 200, там, или сколько-то вверх, да, так и осталось, два вниз, пишут люди, ну, просто, ну, посмотрите, это вот действительно, и вот, всего час, и это просто ржачка, потому что там действительно, там, ну, так получил, значит, психиатр пригласили, тоже профессор, психиатр, который сказал, что он псих, ну, другими словами, значит, диетолог, мадам, которая такая, мадам диетолог, такая, которая, так сказать, обо всем говорила, да, научного, я говорю, ну, когда будет научный, хоть один, ни одного не было, и был там еще Баженов, такой телеведущий, Баженов после вот этого выпуска, в моих глазах дискредитировал себя окончательно, но он там на этой передаче, по-моему, говорил, что как это, без пивка, без миска, он не так, нет, ну, про алкоголь он там говорил, что как это вы отказываете себе в удовольствии, нет, только, ну, ошибаюсь, про алкоголь ничего не говорил, он вообще трезвенник, то есть он вообще не употребляет алкоголь, вообще, в принципе, потому что у меня что-то отложилось, он просто, он говорит, а я вообще не добрый человек, я только животных люблю, там, когда даже ведущий сказал, что-то вы как-то на него наезжаете, на Александр, как-то вы его грубо, ну, а он говорит, а я вообще не добрый, то есть он там, да, мне все равно будете жить или нет, там, это, это, а это вы впали в ремиссию, связь с ним, он говорит, а я не избавился такой привычки, мало есть, он говорит, ну, это еще хуже, потому что много есть невкусной еды, это вообще глупо, то есть, ну, вот, на этом его научные аргументы, я жду, когда научный начался, вот, в общем, получилось, это, а мне сразу начали присылать ссылки, а разберите там, вот, из Беларуси, говорит, появился такой из Беларуси, один молодой такой, он там, врач, и доктор медицинских наук, парнишка электричества, на вид, значит, вот, который, так, я думаю, ну, неужели, может, действительно, что-то, ну, все-таки доктор, может, что-то он такое сказал, такое, что и сын стоит, вот, я послушал, и знаете, что мне хочется сказать, мне хочется сказать другое, что, не, 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 вообще, в Беларуси парень, там, это какой-то такой новый, вообще его никто не знает, но он там набрал, уже там у него просмотров, там, это, потому что, он говорит, мы беларусы, люди открытые, мы, ну, пишет, мы верим, там, это, я думаю, я думаю, боже, три минуты сегодня, это легко мне его будет разобрать, но там есть нюансы, которые стоят, в общем, я думаю, как же вот, как, вот, как надо мыслить, думать вообще, человек задумался над тем, что вот, что-то у него, там вообще ничего такого нет, на что, я вот поражаюсь, как мало человеку надо, как глубоко сидят вот эти, вот, попытки оправдать все, что угодно, вот, любимую сардельку, грубо говоря, вот, так сказать, зацепить хоть за ножку паучка, так сказать, вот, вот, и, ну, я, тем не менее, сделал, люди попросили, а цицулина, просто, у меня времени на него, цицулин такой фрукт, такой, хитрый, да, его надо, так сказать, там долго, у него там тоже час-полтора, только его идет, значит, у меня пять часов получится, на него, ну, я как бы выберу, что-то такое, про него уже много, но, ну, меня порадовало, он же ведь как, продвигает такие специфические медицинные, добавки для культуристов, для качков, и вот тут я наткнулся на одно видео, которое дало понимание, вот, с чего у него такая вот это вот пошло, то есть, его задача, он, да, он работал на одного крутого, у них там между собой терки, но я это послушал, кто-то его там нанял, из крутых, кто поставляет вот эти вот там же миллионные обороты, вот, и он, так сказать, как румпорт вот этого, значит, ну, его задача, в общем, показать, что, значит, вот, надо физически, что-то еще, короче, ты будешь больной, спортом таким не будешь заниматься, а если ты будешь заниматься, ты должен вот там есть вот это вот, а если ты есть вот это, а какой сравнительный, вы о чем, вы, о чем сказать, они где-то вообще инвалидности приводят, такой бананосипед, но он называет, он бегает, парень нормальный, он в Германии живет, он, значит, там специалист по велосипеду, я послушал, я просто, вот, ездил по велосипеду, вот к нему просто, он все знает, все вообще, вообще все знает, ну, то есть, есть таких, может, несколько человек в мире, наверное, ну, просто фанатов, все, вот, и разумный парень, такой нормальный, сделал, ну, просто вот аналитику, вот, я думаю, ну, я как-то расслабился, то есть, когда увидел от дома но хотел там порывался сел даже себе на эти видео на наставил думаю блин сейчас делаю а потом увидел и это увидел еще вот и думаю блин потом потом это превратилось вот уже несколько месяцев лет пишет может сделаю просто осталось кого разобрать от этого нового быстро белоруса белоруса цицулина на закуску я не знаю там наверно как-то так потому что с ним сложнее время больше потратить надо и что-то еще а и девушка который вы там такое видео что что после пяти лет или семи что-то строение когда у нас стоит здоровье она что набрала то что там по 20 тысяч просмотров такой очень горит как плохо как плохо допускать причем надо это снимала 25 видео или 30 там все как хорошо как плохо а вот причем там в комментариях молодцы появились ребята очень грамотно написали что она какие ошибки принципе они уже даже люди вот сами хорошо правильно писали но так но тем не менее вот этого хочется еще знаете что можно разобрать будет тоже очень хорошо если взять какого-нибудь культуриста бодибилдера но только адекватно то есть вот не необычного тренера из зала который дубовый а который действительно целенаправленно уже много лет с этим работает у меня был недавно эфир тоже кстати на телеканале мир в утреннем в утренней программе доброе утро прям прямой эфир у нас внутри выхода было и мы там были вдвоем с михаилом дьяконов по моему или диченко не в не помню к сожалению фамилию точно он троекратный чемпион мира по по моему по бодифитнесу короче ну реально здоровый мужик я посмотрел у него инстаграммах он нам со всеми голливудскими актерами знаком дружат с александром неским вот и ведущий спрашивает нас ну вот у нас соответственно мясоед против вегетарианцев ведущий спрашивает ну что вот надо есть мясо михаил говорит ну посмотрите на бью бицепс и типа сами решите надо или не надо игру между мне кажется что для того чтобы такой же бицепс иметь надо просто спортом заниматься то есть если сейчас после того как люди а дальше смотрите какая получается это психологии называется нейросвязь которая вырабатывается у людей которые смотрят на телевизор то есть получается они видят михаила который действительно здоровый мужик у него здоровый он бега мышцы нет обычный он мясоед и он горит надо есть мясо вот если вы едите мясо вы будете такой же как я показываю здоровенный бицепс значит получается что люди которые смотрят телевизор мужчины у них не откладывается в голове паттерн что надо спортом заниматься к них откладывается паттерн что надо мясо есть поэтому следующую пиццу которую они заказывают они заказывают с двойным содержанием мяса просто себе домой и вот сидя около телевизора дальше там продолжают ну вот потом следующий паттерн мне говорят и ведущие и михаил говорят но вы же решаете себя вот да там чего-то вкусного радости вы решаете себя удовольствие пересмотрите дальше мы с михаилом разговорились игры а ты как вообще питаешься он горит я фруктов не ем вообще ну то есть вообще никаких фруктов не ем совсем потому что они мне я вообще еду воспринимаю уже как ну вот у меня есть там зал до график тренировок график питания не всегда там коробка с едой собой и у меня когда вот там будильник зазвонил я и достаю видим я в день съедаю гречка овсянка несколько куриных грудок и несколько кусочков кураги и 35 этих 5 кураги и 3 изюма чисто пристальтику запустить и вот и я потом думаю для себя это я ограничу себя в удовольствии это я невкусно питаюсь если у человека каждый день для того чтобы быть таким здоровым у него в основе не мясо у него там есть и овсянка и мясо есть но там и овсянка и режим и график график сна такие удовольствия когда он девять часов все он спать ложится потому что мышцы растут ночью ну да это люди скажут но это да спортсмены все с ними я так я то вот я настоящий мужик я мясо съем чтобы там типа сибири как же холодно надо мясо чтобы энергия а чтобы энергия была как без мяса же энергию но соберей рекламы как выглядит мужик то есть это ручки ниточки и пузо такое если вот если просто тупо весь много мяса неважно врачи же поэтому какие получаются да вот шаблоны у людей то есть вот человек увидел культуру это то же самое как вот ну то есть это вообще не связаны друг с другом мясо и культуризм да вот именно вот эти мышцы мышцы давятся еще этими грудками еще говорят это вкусно нет они этим да а он так и говорит он говорит для меня еда она как будто там ресторан пойти еще чего для меня еда она просто как ресурс как воздух как так же как не долго это уже те же стройда или там которым уже там но такую же как ну по сути как вот на самом деле как совет он что же я ем уж просто чисто вечером это то есть а по и есть среди это то есть это опять-таки не неважно не неважно сыроед мясоед так сказать человек себя может это уже психологический момент то есть те такие настрой настрой чистый вот образ жизни который уже диктует свое это клана прилагательны пески жизни вот а ведь есть веганы которые тоже такие же качки здоровые то есть по плетинский вопросы не а к он накачался я или как он держит такую в прошлом оно качался а как он держит вот эти мышцы он же должен сгуст там через там три месяца уже это максимум на они не издуваются значит что значит то значит возможно значит возможно так не надо философствует на тему того что вот без мяса никак невозможно но еще такой момент в момент который вообще многие мне не задумываются, 4, 5, 7, 8 часов в день в спортзале. То есть, просто человек живет в спортзале, и поэтому у него большие мышцы, не потому что он мясо ест, а потому что у него большие мышцы. Да, тот же самый Рома Милованов, он по 8 часов занимается в спортзале. Если ты на среди не перейдешь, ты не станешь с какими-то рельефами, как у Ромы, но если ты будешь 8 часов заниматься в зале, то, по-моему, я не знаю, что бы ты не ездил. Можно вообще не есть. Да, можно вообще не есть. По-прежнему тоже, он живет же этим спортзалом. Хурмой и там... Хурмой и мангами. Да, да. Хурма и мангой, и все. Или, например, Лопушанский Андрей. Он сейчас за HR-брестлингом занялся. Он здоровый. Он реально огромный. Он огромный. А он что ест? Он веган. Я, когда показываю, вот у меня всегда пациенты приходят, и у нас всегда заходит речь про вегастро, про сведения, потому что они спрашивают, а как вы питаетесь, да? Как бы с подковыркой. Да, да, да. Вот. Когда узнаешь, что реально я питаюсь, вот так, типа как? Ну, да, я худой. Ну, а потому что мне это... Я не занимаюсь. Я не занимаюсь. Я не хожу, я не пропадаю. В зале там 400 лет. Надо про зрителям объяснить, что такое мышцы. То есть, от чего они растут. Только от того, только от того, да, что ты даешь команду на нужду. Да, потребность. То есть, ты себя, грубо говоря, насилуешь, то есть, до предела. Вытягиваешь, например, штангу 22, а ты 21. И организм понимает, что, чтобы 21, нужно чуть больше мышечных волокон. Значит, идет сигнал, и там идет синтез белка. Вот и все. Все нужно направляться, вот что это такое. Вот, и я им показываю тогда, вот смотрите, у меня есть друг, вот товарищ Попритинского, показываю, смотрите, вот он занимается. Да, он занимается. Он питается, как я. Ну, вот показываю тарелку. Ой, да это все... А, да, поставил, да. Потом Лапушанского. Ой, да это точно химик. Сто процентов. Но это не разница. А какая разница? Да. Что делает химия? Что делает фарма? Фарма, она, вот ты, например, потренировался, тебе нужно два дня отдохнуть, да, на отдых, на регенерацию мышцы. Фарма ускоряет просто этот процесс. То есть ты потренировался, ты в день можешь два раза тренироваться. Не там два-три раза в неделю, ты два-три раза можешь тренироваться в день. Вот что дает фарма. Ведь маленький укол гормона роста, он же не дает аминокислоты? Нет. А вопрос-то именно, а где вы берете белки? Да, конечно. Где вы берете аминокислоты? Ну, да, да. А это просто, это гормон роста, который, строительный материал, да, откуда ты где-то берешь? Ну, гормон тоже белок, ну, естественно, он запускает процесс. Да, понятно, да. Про белки вообще очень смешно, если реально разбираться в биохимии процессов, да, то вопрос о белке вообще смешно. Его вообще не должно быть. Да, вообще не. Это бред, вот многие, вот эти, там миллиард индусов из полутора миллиардов, вот сейчас, ладно, меньше стало веганов, там миллиард из полутора миллиардов, а они вообще не задумываются никогда в жизни, многие из них. Ну, кстати, там есть секты, ну, их так, секты, а там, например, там сыроеды, вот, которые, например, там, кокосы и еще что-то, диеты, их там насчитываются миллионами. Ну, они, вот, они никогда не задумывались о том, что они едят и почему они живы, а если начинают задумываться, может, плохо станет, не знаю. Ну, вот, так сказать, ну, как-то не парятся люди на эту тему. То есть, вот, действительно, это полное непонимание, ну, если кишечная микрофлора работает, там вообще проще, но если не работает, надо всего лишь в себя поставлять, ну, допустим, все вот эти 26 аминокислот, 8 незаменимых, ну, в одном продукте нет, хотя есть такие, ну, допустим, нет, ладно, допустим, поверим врачам, значит, ну, есть в 3-4 продуктах. Какие проблемы? Вот что тут за клиника? У меня вообще такое ощущение, ну, не ощущение, просто я поразбирался в биохимии и понял, что вот этот вопрос, ну, вот эта тема, мне показалось, что это мулькой, закиданной, не знаю, медициной, наукой, о том, что есть заменимые и незаменимые аминокислоты, это реально мулька. То есть, организм... Да, я даже говорю, допустим, допустим, незаменимым, допустим. Просто... Не, их синтезирует кишечный микрофлор. Синтезирует, да. Просто вопрос... В итоге, если вот так вот глобально разобрать клетку на всю биохимию, там всего там 6 элементов, из чего состоят все углеводы... Ну да, кислород, водород, азот и... Сера, фосфор. Ну и добавок там, да, аминокислоты, сера содержится. Вот. И все состоит из этих элементов. Соответственно, организму всего лишь нужна энергия и информационный код, ну, для того, чтобы собрать... Да, информация. Энергия и информация. Конечно. То есть, организму нужно потратить какое-то количество энергии и информации для того, чтобы собрать необходимый белок. Информация в ДНК цепях. Да. Информация в ДНК цепях. Поэтому извне он получает или не получает, просто сведется к какому-то количеству затраченной энергии. Вот и все. Ну, если в организме все правильно работает, конечно. Конечно, если попадает, например, аминокислота незаменимая, которая уже составлена, да, то просто организм не будет тратить на нее энергию. Но если это получается из мяса, то это нереально. Это сложный полимер, его надо разобрать. Конечно. На разбор этого полимера потребуется столько ферментов своих, а ферменты – это тоже белки, что получается, мы тратим белки, чтобы разобрать другие белки и из этих белков построить уже из аминокислот разобранных. Ну, все было бы еще ладно. Если бы мы могли бы все эти сложные белки разобрать, но части не разобраны и иссасывают с кишей, и вот тогда возникает реакция антигена-антитела. Да. Это самое, которое приводит к образованию вот этих кодоверинов, потрясинов, других гнойных токсинов, трупных ядов. И вот как раз тут уже зависит, у кого, как, сколько из этих образованных ядов из организма с какой процент выведется, а какой останется в виде там консервата, в виде дегидрированных всяких там. Вот. И тут, конечно, зависит сразу начинать. Некоторые умники, они же любят вот такую сардельку какую-то зацепляться за свою любимую. И они сразу, а вот долгожители, они мят. Прям вот, значит, ну тупой или нет? Ну, а они живут-то где, блин, там в горах? Извини меня, давайте померяем воду какая-то. Вот, допустим, вода из-под крана или бутылки, да? Либо вода вот оттуда, где есть долгожители. Вот мы меряем ОВП. И я понимаю сразу, так, эта вода в 20-30 раз может растворить больше ядов, токсинов и вывести из организма. Понятно? То есть, еще раз, товарищи дорогие, ни одной не будет ни у вас, ни у академика какого, ни одной зацепки, чтобы попытаться доказать, уж невозможно доказать то, что доказать невозможно. Так что успокойтесь, невозможно доказать. Более того, мне тоже же постоянно пациенты приводят к примеру. Вот на Кавказе, там Гарагу, там Албутенко поехал, там вот эти Таймыр, крайний народ, крайний север. Так извините, я писал, эти центры долголетия. Их там, во-первых, точками они. Но она сама говорит, что там не весь народ, а вот там тут, тут. Смотрим источники и смотрим озер Таймыр. Там мягкая вода, слабо-щелочная, ОВП чуть отрицательная. Это то, что надо. Надо комплексно разбирать вообще жизнь этого человека. Как выбирают, например, японцы едят рыбу, значит они живут долго. Там кавказцы едят мясо, поэтому они живут долго там и так далее. Да, и получается, что живут долго, а причины разные. А русские пьют водку, поэтому живут мало. Поэтому русские должны есть рыбу и мясо, чтобы жить долго. Вот это называется рождение нейроассоциаций. Причем подгоняет человек под свои желания сразу. Он записывает то, что ему приятно, а то, что нет, он выкидывает сразу, он врубает. А на Кавказе зелень – это вообще первый продукт. Слушай, у меня есть знакомый, он был раньше хороший знакомый моим. Он, знаете, кто? Сверяев такой, Владимир Сверяев. Он по рыбам, когда я рыбами серьезно занимался, он разводчик такой, хороший разводчик. Он заканчивал, у него два высших образования. Одна из них – кафедра жирных кислот. Сверяев, да? Сверяев. Одна из них – кафедра жирных кислот, МГУ. Это вообще такая биохимия. И вторая тоже там у него. У него отец умер в свое время от рака. И он решил, он прямо, он сидел по часов, у него было время, он по 8 часов в день изучал. А что значит, изучал? Он переписывал. У него все друзья, кто-то там в Институте старения США, там в Австралии, в научных лабораториях. Я от него еще до публикации знал, что такое теломеры, что, собственно, вот эти мембраны, когда уменьшает количество делений 50-60, кроме стволовых клеток с симметричным типом деления, у всех есть предел. 56 отделений. Все это есть. И он говорил, к чему это? Я говорю, штаб. Но он не понимал, он вот дошел, он, вот смотрите, ход мысли. Он говорит, ну мясо, белки нужно, значит, то-се, пятое-десятое. Там, значит, но термически обработанное до натурации идет. Он говорит, поэтому надо большое количество витамина B, поэтому надо добавлять витамин B. Он, правда, не делал разницу межсинтетическим и тем, что, так сказать, и в природной натуральной витамин. Но мысли мы, то есть, он правильно, вот как бы, вот, он говорит, витамины B, да, надо, 100-100, все правильно, чтобы восстановить, чтобы максимально, значит, возможно собрать. А почему у человека мало витаминов? Он говорит, почему не хватает? Почему нам приходит? А потому что эволюционно он считает. Человек, то есть, вот, как он додумал за природу. Вот, например, он говорит, обнаружили, что кролики, вот зайцы, вот чернобыльская, значит, эту, рак, все, а у них нет. Смотрят, а они синтезируют в организме гигантское количество витамина C. А мы не можем синтезировать, мы раньше могли, а сейчас эволюционно, потому что более у нас такой образ жизни какой-то более такой технический, неприродный, значит, и вот как меньше и меньше. Да не потому, а потому что человек вареную стал жирать пищу, денатурированную, и у него просто микрофлора симметрически заместилась на патогенную, которая только помогает ему, кстати, она тем полезна, она вредна, но она патогенная тема, что человек просто сразу не умирает, вот эту гнойную, вот эту аморфную массу просто разбирает, то есть, она питается на ней, но нас все равно травят. Вот, это вот про витамины, про вот эти дела, и вот что же он такое важное-то еще сказал, что-то такое про группу Б, но вспомню, ладно, скажу, к чему-то, то есть, там несколько мыслей сразу шло, и вот как бы одну цепочку потерял. Тем более эволюционно, да? За пятьдесят лет прошла такая эволюция у человека, да? Не, ну он считает там, типа, с времен, он же там верит, что от неандертальцев, типа, вот меня вообще поражает сейчас еще те, кто… Индустриализация у нас сто лет, ну вот такая вот мощная. Не, 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 ну он говорит о том, что имеется в виду, что вот мы, так сказать, там не природной жизнью живем, а вот там типа стали все, там, значит, вот поскольку мы варим, вот это все, значит, у нас меньше синтезируется. Ну, в этом есть определенная логика, но не в том, а потому, что я говорю, что мы просто заместили вот симбиотическую микрофлору, которая есть у всех. Дело в том, что природа, вот законы природы, они одни и те же. Главное, биохимические процессы, они и те же. То есть, вот как есть вот процесс биосинтеза белка, да, например, или репликация ДНК, вот она, что амебы, да, что у человека абсолютно одинаково идет, вот это вот надо понять, вот чтобы вот бред этот исключить, вот когда там несут, что, а мы другие, мы, какие мы, что-то я не понял, мы что, с альфа-центаврой, что там, и на кремне на какой-нибудь фосфорной основе жизнь построена, или тогда тоже белковый? Особенно, мне нравится, когда люди говорят, ну, я не знаю, это, как ты, но вот я, как точнее. Да, это не всем подходит, нужна золотая середина. Ты другого вида, видимо, биологического. Да, это подходит не всем, это подходит людям только с планеты Земля. Ну, поскольку, да, с другой планеты, да, и там миллиардами лет шла совершенно по-другому жизнь, в том составе, наверное, у тебя нет эритроцитов, железа, гемоглобин. У меня по венам течет нефть. Или говорят, мясо надо есть, а как же, вот гемоглобин низкий, почему у тебя, потому что надо, ну, у кого-то там, да, да. Потому что мясо мало есть, потому что не ест мясо, ну, чего, у него поэтому гемоглобин. Я вообще просто фигурую. Вот это, знаете, когда вот врачи это говорят, я просто, вот, например, это вот, ну, как, сразу надо на аскорид проверяться. Ну, потеря крови, железо, гемоглобин, откуда это? Это чего он, так сказать, из вены у него капельница встроена, и она на пол стекает, чтобы у него железо... Даже банальный гербактериоз, банальный, тоже может привести. Вот, лемблиоз. Ну, конечно. А если аскорид, так он просто кровь пьет. Да. Ну, это аскорид у каждого, там, третьего, у лемблиоза вообще кажется, это надо просто срочно сдавать анализ, боевоявлять, особенно ребенок, если, а не жрать мясо. То есть, не решает человек, правда, и что у мясоедов нет гемоглобина низкого или там железа, да? Как-то есть. И что? Конечно, есть. Ну. У мясоедов и есть, собственно. Да, конечно. Тогда бы не было столько препаратов железа, да, для людей. Конечно. Так, а кому? Кто, вот так, сыроеды, вот эти препараты, которые на миллионами продаются пачек, да, не едят. Не едят. То есть, не едят. А кто их ест? Мясоедцы. Видимо, все-таки даже от мяса не хватает. Надо еще потому, что они много едят мяса. Мало мяса. Да, мало, мало. Мало мяса. Надо больше мяса. Надо пиццу с двойным садом. Да, они же идиоты. Они же печень не едят. Надо печень и по полутилу в день есть, чтобы уж совсем так было. Конечно. Самый такой фильтрационный орган. Да. То есть, я бы рак и опухоль взять и съесть в печени. Да, да, да. Ну, или этот, как его? Печень же это фильтр. Как же это? Очень модное, очень модное блюдо-то, когда гусей. Как флагра. Флагра, да, да. Ну, циррозная печень. Циррозная печень. Чтобы уж там, действительно, что там мелочиться. Жировой гепатоз. Просто жировой гепатоз скушать. Да. Почему бы рак желудка там? Да, причем там зерно-то каким коронам? ГМО, что надо естественно. Ну, и, соответственно, так сказать, что будешь совсем. Зачем долго жить? Так, плюс еще. Диетолог. Диетолог же, вот так вот. Она же за всех, как бы, она какой привела? А вообще жить вредно, говорят. Да. То есть, она научно взяла и просто доказала, что мясо надо есть. Жить-то вредно, чего уж там мелочиться, надо жрать. И всем и умрем. Научно доказалось, что жить вредно. Да, все. Прям в прямом атфере. Абсолютно так. По сути, по сути, это правда. Жить вредно всем и умрем, но... Все мы умрем, да. Питаться, питаются люди от своей цели. Если человек живет для того, чтобы разлагаться и умереть, там, в 30 лет от наркотического шоу... Если бы люди это понимали, многие бы перестали. Они же думают, что, типа, наоборот, вот я в радость, мне, значит, я еще буду лучше жить и мне будет приятнее, я дольше проживу, потому что я с наслаждением. Да еще успокаивание. Я же мужик, а мужик-то должен жрать мясо, что-то, так сказать, такое охотник якобы. То, что там он сидит на диване с толстым животом и, так сказать, от работы домой на машине ходит, то это не важно. Он же себя представляет такого бегающего с копьем, так сказать, это уже одно представление... Соружьем. Нет, ну как? Нет, нет, нет. С копьем все-таки, потому что каждый человек сразу говорит про наших предков неандертат. И убивает мамонта с копьем, да. Мамонта с копьем прямо кинул, сразу проткнул насквозь, там, пол-три метра, так сказать, тушь. Толстом нету. Да, да, да. То есть, я... Вот были ученые, как-то подсчитали одни, не помню, кто там, где-то у меня даже присылали знакомые. Значит, чтобы вырыть яму, особенно, так сказать, в северных широтах, ну ладно, значит, вырыть яму, значит, чтобы туда упал мамонт, чтобы он не выбрался и погибнул, значит, надо потратить тех самых любимых калорий, про которые они говорят больше, там, несколько раз, чем, так сказать, они получат святую мамонт. Да. То есть, как бы вот, ну и потом, в общем, ну я просто, вот, как они мамонта могут забить камнями? Попробуй слона забить, а мамонт, это вообще там шкура 30 сантиметров. Ну и носит такой. Ему этот камень, я не знаю. А они, просто человек не поднимет такой камень, ну и даже воеводно не поднимет такой камень, чтобы забить слона. Потом он как, метнет, что ли, слона или со скалы с кем? Значит, надо между скалами, да, вырыть яму, чтобы слон туда попал, а не со скалы, в большой сет, чтобы камень набрал силу. Ты же идиот. А не знаю, а знаете, на каком основании, вот это здесь бред. Верят люди искренне. Цицулин вот в это верит, во все. А потому, вот эти все научники, знаете, что у него еще интересно? А потому, вот этот белорусный врач, а он один там ролик, я думаю, о, а что он еще снял? И он там насчет ГМО тоже оправдывает ГМО. ГМО полезно, ГМО надо. И на фоне английского флага в какой-то там лаборатории, там очень понятно, кто гранты выделяет. Ну, то есть, как бы вот это так, между слов. А, значит, теперь насчет вот этого мамонтов любимых, так сказать. Вот, ну, я просто, знаете, как вот, вот на каком основании, а не вот этот бред, что люди ели, а только на том основании, что кости мамонтов находят рядом с костями тех самых неандертальцев. Вопрос. А не могло этим дебилом и конченным прийти в голову, что, например, это вот как второй вариант, надо же А, Б, В варианты. Вот, в чем ничем мне кажется, он не уступает первому, что его жрали мамонтов, первый А угадайте, второй использовали как домашних животных, например, тяговых там, наверное, лес или там, чтобы построить или что-то. Это же невозможно, слонов в Индии не использовали. Конечно. От крестцового слона, оттуда слова прислониться, там поставить за слон, это же русское животное, ну, свет это ясно откуда. Это ручное животное, как, кстати, когда-то был лось, который просто сейчас вот бедных мы уничтожили, это было умнейшее, прекрасное домашнее животное, гораздо сильнее лошади, там и так далее. И так, на лосях даже есть, ну, там гравюруют, как воюют и так, но еще это, так сказать, вот недавно так это было утеряно на ранней границе 15-го, там, в 16-е век. Вот, а слоны, ну, тут вот почему вот эта версия, так сказать, менее такая, да, чем вот эта бредовая. Ты хоть попробуй докажи, как ты убьешь мамонта своим каменным топором, там, как, ноготь, что ли, почистить только ради. Я просто поражаюсь, это, ну, там, надо в глаза сандалик с катапульты, там, я не знаю, копьем... Заточил палочку, это уже результат такой промывки, как вот, есть же принцип, неважно, правду ты говоришь или не правду, если ты это скажешь 5-6-7 раз, это у людей уложится. Да, грубо говоря, там, сколько это было, у нас два года назад, малазийский Боинг еще не упал. А уже знают, что Россия виноват, и Путин лично израганки его подбил. А уже официально, да, везде проголосили, что в России только что сбило Боинг. Да, конечно. И когда об этом сказали все, дальше результаты расследования сейчас людей уже не интересуют. А я допускаю, что наши зрители, есть такие, попадутся, ну, вдруг кто-то случайно, вот как вы говорите, что кто-то скажет, мол, ну, что-нибудь попытается там кренпель вставить в это дело, мол, ему это пикорежит сейчас, и вот он такой. А я вам так вывечу-то скажу, а вы знаете, что, например, при Питре I, вот абсолютно научная уже академия наук была, уже была, вот они, значит, были уверены, академики были абсолютно уверены, что, например, вот те находки мамонтов, вот эти вот бивни и прочее, которые вот на территории Архангельской тогда и мизейни находили уже тогда, это было то самое войско Ганнибала, которые вот, значит, вот, ну, понятно, кого, да, про кого я говорю вот. Так вот, ну, ясно, что это бред, и что этого не было, потом это стало. Знаете, сколько в науке того, что пять лет назад или десять, да, я уж не говорю про, считалось как истинно, а потом это полностью доказывало, что это не так. А надо основываться не на том, что там академик с большим животом говорит, а то, что здравый смысл разум подсказывает. И просто элементарная человеческая логика и умение анализировать хотя бы минимальные вещи, вот как вот мы сейчас вот про то, значит, или сожрать, или просто домашние животные. Ну, вот они и так, и так кости будут рядом. Ну, давайте разберемся, возможно, первое или второе. Второе просто вот, тьфу, вот оно и есть. Ты обращайся, хорошо, трава есть, так сказать, это есть. А если нет травы, они бумерли. А если они живы, мамонты, значит, они и питаются. Еще должен сразу вопрос возникнуть. Кости как лежат? Да, конечно. Потому что если кости, мамонты набросаны просто вот в кучу, вообще какая-то странная куча костей, там разобрали, оказалось, там четыре мамонта, да, там по этим костям. Это одно. Но если вот они, кости лежат, вот они кость, то есть отдельно животное, вот скелет просто вот, ну, без мяса, то это понятно, что животное тогда там либо умерло как-то своей смертью, либо в результате кого-то жесткое. А потом еще нюанс какой. Ведь вот как мы сейчас собачек, даже лошадей, люди кто-то хоронят, кто любимые животные. Они хоронят, вот прям как это, вот и все, вот тебе похоронил, мамонта, любимый же, она 50 лет же, не то что лошадь живет, она 50-60 лет, слон живет. Слона разумно верит. Да, конечно, это вот, ну, естественно, вот ты любимца своего, который вот еще дедушку, так сказать, помогал в хозяйстве, вот он хоботом берет дерево, ставит, ее мое, это не лошадь, это, так сказать, просто вот в Индии так и строят, у них бедность, а откуда деньги строят, помогают еще, дай бог, слоны. У нас так было, просто климат другой был, были, другие прокормить могли, так сказать, природу прокормить могла, все, какие проблемы. Это домашние животные? Не это. И потом неандерталь, карманьонс, вообще то, что он находится с мамонтами, там какое отношение, вот эти карманьонс, астралопитные, в 30-х годах еще было известно, как фальсифицировали, знаете, как, вот, доказательство перехода, вот их понятие, ароморфоз, это когда изменение крупных таксономических единиц в процессе эволюции, когда образуется новый тип животных, например, или класс животных, вот, например, из амфибий класс рептилий образовался, да, это называется ароморфоз, переход вот этот. И есть некая переходная стадь, например, вот эта кистеперая рыба, да, кистеперая рыба. Предположим, а вот на основании, знаете, как, типа, как птицы появились из рептилий, якобы, читают по археоптериксу, которые нашли всего один экземпляр. То есть, вот видите, я просто вот… и на основании это уже наука… а потому, что надо любой ценой притянуть за уши, то, что так складно вписывается в их теорию новую а-ля вот новую марксистскую теорию. Ну, вместо марксистской… вернее, не так, вместо религиозной, так сказать, вот библейской, так сказать, вот дарвинскую, вот, так сказать, вот обосновать надо, так сказать, изменить сознание людей, мышления, ну и вот класс потребления, создать гонку вот это вот глобализации прочее еще раз логику вообще заметил что у людей логика отсутствует ну буквально два-три шага рождаешься ларина да 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 так глубже логически подумать уже все же зачем а глубже глубже понимаешь дело в том что когда начинаешь думать глубже возникает диссонанс с тем что тебе 5 раз или по телевизору даже сказали пять раз нужны аминокислоты тут ты понимаешь что как бы вот да ну вот по той информации без мяса ты умрешь и тут ты приезжаешь в индию а вокруг тебя миллион людей которые мясо не едят всю жизнь конечно да дальше тебе говорят потому что они индусы да ты же не индус хорошо все понятно да потом ты узнаешь оказывается индусы устроены точно так же как ты то есть там внутри все одинаково да опять какие-то вопросы возникают тут еще какая-нибудь там теория то есть каждый раз вот то что тебе уже в детстве еще вдолбили что без мяса ты умрешь потом этот подтверждается просто ну какие-то правду это индусы да это как бы в индии так можно жить то есть это может только индусы жить так в индии вот и только когда он будет там вот индийские фрукты есть вот тогда да можно да у нас нет круглый год фруктов все а то что репа там брюку турнефта пяти видов ферментировать ферментировать капусты тащи белки вообще все да аминокислот вообще все бактерии уже разлагают или до метчатку выделяют аминокислоты ешь это очень мясо ты живешь конечно человеку ты капот это как и шмелево я в цели но читайте классиков но там русский мужик что зимой сама еда первая капустная квашная капуста важно капуста и да вот когда начинаешь дадут эти все из покон веков я изучал спокон веков тогда вопрос ладно оставим там наскальные рисунки которые вы сами не видели наскальные рисунки люди современные люди видели знаете где телевизор в мультфильме ледниковый период реально нет я я не шучу я серьезно говорю мультфильме ледниковый период помните в первой части где он приходит на скале он видит эти рисунки не воспоминания там у него там до этого новой шаги не точно уже на родительско да там вот и дальше и великолазно цепал это да 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 и дальше смотрите какая получается история говоришь человеку ну хорошо давай отмотаем 200 лет назад не ледниковый период 200 лет назад крестьяне где крестьяне мясо брал да и вообще щедок а шпифин тогда вообще в принципе меня в него конечно мясо мазарова левольство могло быть добыто только путем охота ему даст ведут либо же либо же ну максимум это там какого-то больного петуха который вот либо он скоро его вообще нельзя будет есть далее сейчас хотя бы из него там бульон сварить можно либо телка теленок который родился чтобы от это самое отдай вы ну кто-то забивал кто-то выращивал да ну то есть вот как будто корову дуйную и и зачем забивать она ногу дают то есть крестьянин мясо если и ел то это вот по воскресеньям вот такой вот кусочек сала там щи добавлялся я у бабушки своей спрашивала она в деревне жила и тут человек такой сразу мне очень нравится ответ который в этот момент звучит нет вообще в принципе не очень-то много мяса и причем не это и бодибилдеры говорят спортсмены тоже не очень много мяса более того если пойти разбираться вот как бы более досконально как же все таки ели как пил даже коровы казалось ну скажу да ну молоко ладно что же белки хорошо но вот каненков это великая скульптор автобиографии почитайте и там написано черно-побел когда он там еще задолго д но там в каких годах 7 ночью это где-то 60 70-х надо 800 до там очень после отмены до отмены чуть-чуть даже крепостного вот они там пожертвовательная семья работящие мужики там много дяди и ребят у нас было несколько коров мы жили богатые крестьяне вот начнут но даже мы дети молока не пили пишут дяди все отдавал там купцу таком сдавал продавал то есть было выгодно ну там а куда молоко что можно почитать в строительных книгах на заваливали но белка лима саргашин и здесь творога столько пудов столько-то молока получалась такая поделка которая даже там балки красишь и даже не горят практически лучшим современный там защита ну там и белые сеть дворянские вот эти двери лакированные это все но не лакированное как раз еще белка казино вот как клея столярный клей который вся столярка была со столярным клеем с казино в основном то есть ну конечно на севере использовали рыбий там вот значит специальный клей так называемый делали из желтных пузырей там но все-таки основном дома казино и клей и так далее так далее а что касается мяса ну вот просто это же описывают начиная там летописи которые там ведутся да даже эти иностранцы которые вот там при дворе там такого-то царя так вот чтобы все описывали что эти заграничные едой всякие там приготовленные такой ну извращенный современным языком говоря такой вот всякие вот типа фуа-гра там и так далее значит а про и болеют и пилюли и лекари при дворе а простой мужик живет 100-120 лет не не болеет и я самую простую пищу что выращивать сам то есть вот примерно так поэтому вот когда начинают выдавать желаемость действительно пишет похоже на бред просто или на ну так сказать попытку такого дешевого самообмана который просто стыдно человека называть человека потому что ну как мы должны свои достоинства и как-то разумные мы отличаемся от неразумных людей вот понимаете да дело в том что очень мало людей вот допустим артем а вы наверно не знаете эту историю артем мои ролики видел много лет назад посмотрел по дурачок лет восемь наверно назад нет нет не восемь меня знаешь меня первый ролик вышел в десятом году 6 ну почти 7 лет назад это было в начале десятого года 7 начале десятого года но ты всегда такая такая зацепка и меня всегда я же как я отучился в институте я грамотный врач хотя ну у меня папа занимался альтернативной медициной да но все равно наше образование настолько в голову проникает очень глубоко что я приходил с учебы ругался с родителями почему у нас нет аптечки с такими таблетками мне сказали в институте что у каждого в доме должна быть аптечка с такими 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 препаратами я прихожу у нас нет ничего почему нас нет аптечки папу пересчет в у нас вот вода вода ну то есть всё зачем нам не нужна аптечка вы ничего не понимаете но если ст это нужно аптечка хотя все детство лечи уже опять же тоже молодой и вот все равно проникли вот проникли проникты конечно да и естественно когда я ну выпустился вот как раз таки десятый год я такой весь из себя крутой врач там ну естественно мы же все врачи и очень с такой самооценка мы все знаем и над вегетарианцами я всегда смеялся вот давай не пойму все больны и тогда я тоже увидел ролик сергея мне попался а это я всегда называю такие зацепки сознания все люди которые очень острой но реагируют они просто очень сильно цепляются за эту информацию в итоге они как бы туда и проникают вот я увидел ролик сергея о том что он такой сидит весь такой расслабленный на кресла и под какую-то музыку там не знаю говорит что люди это не как это не травоядные не плотоядные они плода я на природа создала для нас плоды чтобы мы их ели я такой га 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 плоды сидит дохлик вот такой там говорит что плоды там нет нифига он не понимает естественно мы-то врачи лучше да да но так или иначе что-то меня зацепило и уже через год я не ел мясо ну рыбу я давно не ел это понятно дело через год наверно после этого ролика я уже не у меня как в голове просто я отучился потом на терапевта потом я прошел первичную специализацию по диетологии да мы разобрались немножко там в продуктах так мы диетологии вообще прям сразу могу сказать что вся диетология полный бред вообще то есть они говорят только то что же не говорят даже вот я вспомнил передать трудно то что там ну как бы все да там на веру просто за что по ладошке залпах у да я как сертифицированный диетология учился на кафедре диетологии год и и там мне не дали ничего абсолютно ничего там был была одна лекторша биохимик который действительно какие-то интересные вещи рассказывал все остальное полная туфта так вот о чем я говорил о чем то что диетологии то что ты рассмотрел ролик то что я быстро у тебя она и потом я такой сижу и думаю так а почему я так заявляю ну я не имею этого права потому что я этого не попробовал а попробую каяк но сначала что потом доказать всем что это действительно не работает вот и я решил перейти на салат то есть я думал что вегетарианство это прям салатики ну то есть огурец помидор зелень все ну там орешки добавлял естественно я не наедался я съедал там по два ведра салата уже торчал у меня из горла и уже сам побеги давал не наедался вообще мне это не нравилось на энергии было больше почему вот в итоге закончилось это ну в принципе ничем но потом я прочистился там на голодание там совсем совсем полной чисткой и когда жена мне приготовила курицу запеченную курицу а я очень любил это это блюдо подхожу разворачивают рукав и оттуда просто запах трупа трубочины и все я понял что я не могу мой организм не воспринимает этого ну и все с того времени как-то пошло и с каждой чисткой что-то одно другое третье прям отваливается на меняется вообще вкус и сознание и я до этого естественно у меня мясо было там ну по 2 каждый прием как меня также фруктов не было вообще овощей не было практически вообще то есть мясо хлеб макароны картошка пельмени там я не знаю конфеты шоколад мы все вот это вот там чай допустим как в этом на майонах узи я это не ем я не в кузе я не посмотрите я вот чему артема попросил рассказать дело в том что люди которые спустя много лет определенных убеждений которые у них есть сформированы уже достаточно серьезные когда узнают о том что ваши убеждения видимо неправильные большинство людей они боятся это признать потому что они боятся что их ну как бы скажут дурак всю жизнь прожил как дурак я вот знаю да что вот надо там мясо есть и вот и не надо мне вот это вот доказывать почему потому что я не могу признать то что я всю жизнь прожил в каком-то диме дизайн и нас бесцельно как это меня там обману меня невозможно обмануть они значили как-то создать что же тогда я мог бы своего любимого дедушка или отца рано потерял так неужели вы это могло бы такое простое а я с медицины я его все годами в клиниках проводил или там что-то типа и он вот это вот все в связке идет как жизнь как 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 мука за взглянул что если неужели это можно избежать всего этого предположим или увеличить шансы так это значит получается что же я и я нет все нет нет мне проще я лучше буду думать что это все так сказать да и только единицы могут в данный момент времени до проанализировать свои действия в данный момент понимая что мы свое будущее формируем именно сейчас я тех решений которые мы сейчас принимаем они от тех решений которые мы приняли 30 лет назад особенно если эти решения были приняты за нас еще в детстве зависит наше будущее на это способны вот к сожалению я не понимаю почему так люди устроены но они реально цепляются за свое прошлое они цепляются за свои устои потому что им кажется если они согласятся с тем что они были неправы то их соответственно все будут показывать поскольку смотри дурак а потому что не привыкли к такому а я же говорил это тоже есть такой страх ошибки страх ошибки у нас очень до в обществе разве сильно при том у диетолога 3 особо развит такой что у нас вины женщины ну ладно типа там они могут ческать но типа ну если и вот начинают но надо что-то и вспоминают сказать такой особенно но если типа средний лишь двигаться там беременна женщина это просто преступление а не ему объясни почему это просто 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 у меня в голове это не укладывается именно просто поэтому что у нее конкретном голове это просто не укладывается обосновать 0 нет они я ни разу не слышал я ни разу вообще не слышал а у людей реально вбивается опять же пишет народ как бросить есть мясо вернее курицу я им только вот отвечая на ваш вопрос вот как было у меня то есть у многих людей а я сейчас за водичкой приду да да у людей как происходит они сначала узнают информацию потом пытаются если эта информация им понравилось они пытаются свою жизнь построить под эту информацию иногда подход оказывается что это не очень физиологично и не очень приятно как я рассказал мне проект произошло немножко по-другому сначала физиология изменилась а потом я только начал изучать а почему мое тело начало отказываться от мясных продуктов там от хлеба ну и так далее так далее от от шоколада и прочего почему это происходит и вот из практики в теорию вот так гораздо легче из теории в практику посложнее физиологически посложнее но хотя насколько голове разум действительно создает всю действительность хотите избавиться от желания курицы посмотрите лекции юрия андреевича на эту тему да на тему мяса и посмотрите фильм земляне вот и все то есть человек все что он делает или не делает он делает только из-за первое страха боли второе желание удовольствия вы не бросаете не можете добрость например там ту же самую курицу но по причине того что вам может быть страшно что вам действительно что-то будет не хватать или может быть там вас как-то кто-то осудит ну хорошо возьмите просто и узнайте реальную правду да что действительно будет происходить с вами с вашим организмом если вы будете это продолжать есть я вижу немножко вожать вот и вот тогда у вас будет действительно настоящий который выместит ваш страх потому что вы не едите курицу вот я не помню давал пробовать я покупал до который я купил у нас он мы тут не завели про рассыпную гранулу да это вот который бы у вас но вот он как бы был но мало да ну это такой там ямалайская соль и вот такой он специфический значит этот как его фисташка до клубника вот молекулярной сушки вот такая вот начну естественно все остальные какие-то полгода особый такой после такой послевкусие но потому что но такой любительский такой узнаете особого народа горки школа ну вот многим нравится такой у нас еще шесть видов шоколада ну понятно вот этот классика на молочник который то правило сергей не видела то правда лежит он до самый хит конечно потому что он конечно самый хит он по его продают больше чем все остальное вместе взятого конечно же вот хотя хорошие другие искать новые трюфели но все равно конечно то что все таки вкус такой не привычный проще это тоже естественно строительство до кончен у нас только все очень все суши сар